Участок Красного проспекта от улицы Горького до автовокзала в этом году ремонтируют основательно. Меняют не только асфальт. Тротуары замостят плиткой из гранитной крошки. Для безопасности установят современные светофоры, камеры фото и видеофиксации и новые знаки. Особое внимание к парковке возле детской больницы скорой помощи. Прежде здесь не хватало места для стоянки. Теперь все пожелания новосибирцев учтены. По словам мэра Анатолия Локтя, многих беспокоил крутой подъем у больницы. Подрядчику поставили задачу подъезды и подходы к зданию сделать удобными. Проработка этого вопроса привела к тому, что не просто парковочное пространство, но и в смысле доступности среды создаются условия для того, чтобы можно было людям с ограниченными возможностями передвигаться. Пандус сделан. Пандус очень правильный, который позволит заезжать. И вот эту крутизну перепада высот преодолеваем. Стоянка будет не только со стороны улицы Спартака. На самом Красном проспекте между зданием областного правительства, больницей и художественным музеем парковку сделают платной. Но пациенты и персонал больницы смогут оставить машины бесплатно. В пешеходной зоне по обеим сторонам магистрали сейчас укладывают тротуарную плитку с противоскользящим покрытием. Она разного формата и оттенка. Ближе к проезжей части мелкая. Такой рисунок помогает скрыть перепады рельефа и разную ширину тротуаров на километровом участке. По словам подрядчика, работы по обновлению улицы скоро завершат. Сейчас усиленная работа идет по устройству тротуаров. Бордюрный камень уже на всем протяжении у нас переставлен и установлен новый. Также в процентном соотношении, если сказать, по дорожной части, именно по покрытию, осталось 40% сделать по покрытию. В течение сентября это будет все исполнено. И также со следующей недели, с 10 числа, у нас будут вестись работы по установке светофорных объектов. Возле собора Александра Невского и в районе здания правительства Новосибирской области установят кнопочные светофоры. Еще два смонтируют на перекрестках Красного проспекта с улицами Коммунистическая и Советская. Все для того, чтобы уменьшить число аварий на оживленных участках главной магистрали города. Владимир Киселев, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.